еще вам все-таки хочу показать как начать вязать в ручку смотрите мы делаем кольцо амигуруми я делаю это следующим образом просто обкручиваю вокруг указательного пальца делаю крестик перехватываю ниточку рабочую вот этими пальцами теперь под нижнюю ниточку завожу крючок и верхнюю вывожу теперь мы эту петельку закрепляем вот так и палец можно вытащить все вот наше колечко теперь мы вокруг него делаем 5 столбиков без накида 1 это которая была у нас 1 закрепительная она не считается считается именно которую мы провяжем 1 2 3 4 и 5 теперь мы затягиваем вкладываем ровненько чтобы у нас круг сформировался чтобы не было вот здесь в центре дырочки никакой возвращаем нашу петельку в нужное положение 1 вот этот вот который у нас была был закрепительный столбик его мы провязываем просто соединительный все мы замкнули наш наше кольцо и начинаем вывязывать со следующей прибавки делаем в каждую петлю то есть нас должно быть их 10 раз и просчитываем 2 попарно точно так же следующую 3 в эту же 4 следующую 5 в эту же 6 следующую 7 в эту же 8 и последнюю 9 у нас был соединительный столбик петля соединительная и неудобно 9 и 10 все у нас с вами в ряду 10 теперь мы будем делать прибавку через одну один столбик мы провязываем следующую делаем первую прибавку один столбик провязываем следующую вторая прибавка следующую следующий столбик провязываем следующий четвертая прибавка следующий столбик провязываем следующий четвертая прибавка следующий столбик провязываем и следующая последняя пятая прибавка у нас с вами 15 столбиков приду я обычно делаю так я вот эту ниточку которая хвостик специально я его не отрезаю и не обвязываю я его в этом случае использую как маркер я его завожу под рабочую нить это будет нам показывать наше начало и вообще и рядов и отсчета где мы начнем с вами уже без прибавок все мы вяжем с вами просто 15 столбиков и так мы будем с вами вязать сейчас я вам скажу 20 рядов до 20 рядов мы вяжем с вами 20 рядов сейчас я вам покажу для чего этот хвостик нам нужен если хотите вы можете как бы просчитать ну ой но у нас получилось 15 вот вяжите то есть но вы опять-таки же вяжите две ручки две ножки сразу вот потому что они должны быть у нас одинаковые вы должны чувствовать с какой упругостью с какой как бы жесткостью вы вяжете ручки и ножки ручки можно вязать по свободнее чем ножки поэтому вы должны чувствовать чтобы было одинаково вот смотрите видите и дальше у нас пойдет вот этот ряд откуда начинается вот он дома отсюда будем считать с вами 1 2 3 4 и 20 чтобы не перекладывать чтобы и так как бы так но маленькое расстояние чтобы не мешался он нам здесь еще и маркер туда-сюда болтался просто вяжем а потом посчитаем ряды с вами когда мы приблизительно и каждые 10 рядов как мы провязываем мы не забываем набивать 5 таки же набиваем мы одинаково чтобы чтобы обе ручки были одинаковые вот и следим за размерами чтоб они у нас были одинаковые все вот видите что у нас видите уже вот это у нас первый ряд это второй ряд и пойдет так далее у нас так будет одеваться на пальчик потом уже как бы вязаться удобнее будет вот и все не забывайте набивать чтобы было у нас одинаково все то встречаемся мы с вами уже когда у нас будут готовы две ручки и две ножки вот проверим всю комплектацию еще раз что нам нужно будет и все и будем уже приступать к сборке но не в этом делаем таким же образом как и с ножками мы будем делать убавки через одну значит мы делаем раз только у нас будут пять убавок раз сделали столбик просто через одну теперь два столбика сделали три столбик сделали четыре сейчас столбик там синтепон чтобы не попал и пять пять вот так да теперь мы нам нужно сделать каждую да ну вот опять таки же мы проверяем чтобы у нас было все одинаково если не хватает мы добавляем лишнее естественно вытаскиваем достаточно теперь я вам покажу еще как можно сделать нам точно так же надо закрыть пять ну то есть каждая но мы и сделаем следующим образом через одну мы просто провяжем столбики через один раз одну пропускаем петельку 2 2 1 пропускаем 3 1 1 петельку пропускаем 4 и последнюю 1 петельку пропускаем и в 5 так 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 же мы делаем следующую соединительный столбик отрезаем также мы по кругу пройдемся сейчас попытаемся просто показываю вам два способа вы выбирайте какое вам удобнее и так и так нужно я думаю достаточно затянулось все давайте спрячем хвостик вовнутрь здесь затягиваем и отрезаем все с этим маркером на поступаем точно так же все подтягиваем и отрезаем и хвостик у нас прячется все теперь у нас все одинаково с вами видите одинаковые ручки повезло мне в этот раз не всегда так везет вот приходится иногда перевязывать я здесь сразу формирую потому что здесь у нас с вами будут пуговички и здесь вот эти утолщение как по они не нужны много синтепона вот потом мы можем вот так уже когда пришьем сформировать так ручки загнуть эти и она нас будет так держаться ну пока нам это сейчас не нужно вот давайте подведем с вами итоги ноги у нас есть руки ура есть да и есть у нас сами туловище тут еще у нас есть можно применить вот это будет сейчас я подниму чтобы было виднее это будет вот так у нас сами ну вот так могу удержать не держится так вот такого расстояния между ног не потому что вот это у нас тянется и и ножки у нас вот сюда провалятся ну такие будут впадинки мы затянем это все и как бы вот так вот такой небольшой пузико у куколочке у нашей будет вот так что подводя итоги хочу сказать что мы с поставленной задачей справились с вами остается нам собрать все это в кучку на следующем этапе значит что нам понадобится нам понадобится вот такие ниточки это ирис почему ирис потому что он достаточно крепкий потому что нам нужно здесь будет стянуть и нам понадобится большая игла такая вот знаете вот такая большая вот настолько большая прямо большая большая у меня надо найти ее я редко пользуюсь и поэтому надо найти но она у меня есть вот мы будем это несколько ниточек вот так в четыре ниточки и она хорошо такая на знаете гладенько она хорошо ходит туда-сюда и по синтепону будет передвигаться что нам очень хорошо нам понадобится вот эти наши пуговички это будет крепиться вот так вот вот так это будет крепиться такие пуговички нам понадобится ниточки и иголка вот еще нам понадобятся иголочки сейчас я покажу такие вот головки иголочки мы будем наметывать с вами вот такие иголочки мы будем с вами наметывать точнее ну да как это правильно сказать размечать да где у нас будут ножки где будут ручки вот и также она они потом нам для волосиков тоже пригодятся вот поэтому готовьте все это вот тогда и жду вас в следующей части уже на сборке все всем удачи встретимся уже на заключительном этапе